Здравствуйте, дамы и господа! Я рад приветствовать вас на вебинаре компании SkyWorld Community. И сегодня речь пойдет о нашем будущем, но я бы даже сказал уже о нашем настоящем, потому что технологии будущего сейчас, которые мы видели 10, 20, 30 лет назад в фильмах, они действительно, очень много из них прорываются, а некоторые даже предвосхищают то, что мы видели когда-то, то, что вам могли представить. И сейчас мы летаем по всей планете, осваиваем, так скажем, все участки нашей планеты, и главная революция сейчас, 21 века, физическая, это именно транспорт. Это транспортные технологии будущего. И сегодня речь пойдет не просто о концепте или представлении, а уже о реальной технологии, которая практически завершила стадию полной сертификации для того, чтобы можно было по всем законодательствам, по всем законам строиться во всех уголках нашей планеты, потому что это лучший способ передвижения любого груза или пассажира. А рассказываю я вам об этом, потому что делают это люди. И этот огромный международный, народный проект уже на 14 из 15 этапов развития. То есть самые последние движения и действия необходимо сделать для того, чтобы стопроцентно завершить сертификацию нашей технологии и действительно начать ее уже массово производить и строить адресные проекты по всей планете. Но сейчас, дамы и господа, первые адресные проекты уже строятся. Поэтому обязательно изучите после нашей встречи вот это интервью, потому что за час рассказать вам абсолютно все, конечно же, не получится. На ютубе интервью с Анатолием Юницким об итогах 2021 года. Коммерческие проекты, контракты и финансирование. Там вы узнаете еще очень много новых деталей. Ну и, конечно же, смотрите, пожалуйста, в чат. Здесь у нас прямо в Мирополисе. Там для вас сделаны уже ссылки с этими самыми главными видео. А видео еще несколько есть, потому что там уже и новые рекорды UST, где более детально разворачивается, что делает технологическая компания. И формула будущего, как струны транспортные, вообще эти технологии Юницкого смогут помочь всему человечеству. То есть о транспорте будущего, не только струнного, а уже геокосмического. О том, как будут развиваться наши экологические города и эко-поселения, линейные города, кластерного типа, когда в каждом нашем доме и в каждом нашем городе есть абсолютно все необходимое для жизни людей. Ну, это эко-мир и это инженер нового мира. Анатолий Эдуардович Юницкий. Конечно же, очень много интересной информации сегодня представлю для вас. И очень много интересной информации вас еще ждет, если вы не слышали о SkyWorld Community и Анатолии Эдуардовича Юницком. Потому что, когда я узнал, я понял, что вот никогда даже представить не мог, что на нашей планете могут происходить такие масштабные изменения, начиная с человечества, от ученых. Не через государство, когда развивается что-то планетарное, а от людей. Я счастлив, что так получилось. И давайте познакомимся. Меня зовут Артем Курбанов. Я всю жизнь старался делать жизнь вокруг себя лучше, другим людей. Собирал знания, передавал их, объединял людей. И искал, как это делать на планетарном, так скажем, масштабе. И когда начал узнавать, как люди через интернет объединяются и создают собственные предприятия, компании, корпорации, я понял, что это потрясающее дело, потрясающая новость. Для меня начал изучать дальше. Познакомился с сотнями проектов и выбрал самые, самые актуальные на данный момент. И самые большие перспективы на будущее. Поэтому перед вами сегодня предстанет потрясающее, так скажем, комьюнити, которое занимается продвижением инновационных экологических технологий. И тот способ, вот этот созидательный способ, как свое свободное время конвертировать в пользу миру и развитие себя здесь, сейчас, своей семьи и будущего. Вот представляете, все эти основные побуждающие факторы можно удовлетворить и развить с помощью компаний SkyWorld Community и тех технологий, тех проектов, которые мы вместе раздвигаем. Ведь нас уже 500 тысяч человек, которые развивают и продвигают лучшее. И это будет на сотни лет вперед. Ведь это лишь первый проект из целой серии Эко-мира. И вскоре, а точнее ближе к концу, я об этом еще упомяну. А пока давайте осознаем, что человек и человечество – это самая мощная влиятельная сила на нашей планете. Потому что самое большое влияние на все живое, на биосферу, на всю планету несет именно человек. Хотя мы всего лишь одна из 12 миллионов семей. То есть один вид из 12 миллионов видов живых организмов на нашей планете. Но самый влиятельный. И это как и привилегия, так и ответственность. Потому что та планета, которая останется после нас, перейдет нашим детям. То же самое и во флоре, и во фауне. И от того, как мы с вами будем пользоваться этой планетой, именно народ, не какие-то люди, главы государства или главы компаний, корпораций, а сам народ, само человечество, как оно будет пользоваться всеми благами, которые дает нам природа и наша планета, в зависимости от этого, мы передадим рай или ад следующему поколению. Об этом стоит задуматься. Ведь теперь с появлением интернета и с помощью народного финансирования, таких объединений людей, как, представляете, нас сейчас, объединенные общие идеи. Разные менталитеты, разные языки, где-то разные ценности. Но основополагающие особенности такие, что 500 тысяч человек, больше, чем у 200 стран мира, объединились вместе для того, чтобы помочь гениальному ученому воплотить первый проект из целой серии, а потом и следующие. И так создалась комьюнити, Sky World комьюнити. Людей, которые уделяют свое время не только на развитие себя и своей семьи, но еще и своего космического дома, планеты Земля. Каждый в свою очередь сейчас, особенно в 21 веке, начинает задумываться, какой след он оставляет в истории после себя. Что, так скажем, какое влияние несет его жизнь. И сегодня мы поговорим о том, как потрясающе влиять на эту жизнь. Ведь технологии – это наше детище, и оно всегда будет с нами. И оно будет… Новые технологии прорывные, революционные, они будут очень сильно изменять жизнь в лучшую сторону. И таким образом, сейчас пятый технологический уклад – это, так скажем, скорость информации взлетела до небес. Мы пересылаем деньги за секунды, звоним на другой континент. С противоположным концом нашего шара можем позвонить по видеосвязи. И уже даже без всякой задержки практически. То есть получается, мы информацию передаем мгновенно, гигабайтами, огромной скорости. А вот в физическом мире передвижение осталось приблизительно то же, а с учетом роста населения планеты и, так скажем, перенасыщения, особенно первого уровня. Как передвигаться? То есть передвижение грузов и пассажиров – это является одной из сейчас самых важных. Именно материальная революция технологии, которая в материи даст нам новые возможности. Потому что диджитал и цифровизация, она постоянно у нас растет. И это те компании пятого технологического уклада, вот это интернет, гаджеты, виртуальная реальность, которая создала. Вот это те компании, которые дали миру тот толчок, который ему нужен был, когда появились, так скажем, информационные технологии. То есть все эти компании начали развивать в эту сторону. И сейчас мы имеем тот мир, вот 2022 век. Что только не позволяют теперь наши компьютеры и наши смартфоны, наши телефоны. И эти компании, которые этим занимались, их выбор, они так росли и развивались, потому что это было нужно людям. Улучшение, упрощение. Сколько у нас теперь функций в одном только телефоне. И поэтому эти компании очень сильно росли. То есть то, что необходимо человечеству, люди сами это выбирают, знают они об этом или нет. Но те, кто ищет и интересуются, те узнают об этом раньше. И представляете, вот эти все компании с капитализацией невероятны. Представляете, что компания, кусочек которой стоил 100 долларов, теперь стоит 2 миллиона. Или стоил 10 долларов, теперь стоит 100 тысяч. Такая капитализация именно у компаний, которые развиваются планетарным способом. То есть на всю планету, для всего населения Земли. Так же и наши технологии. Только она больше, чем все, которые вы сейчас видели. Потому что она физическая. Транспортная инфраструктура, транспортная революция. Один из самых дорогостоящих бизнесов в мире. И одно из самых полезных и актуальных, так скажем, изменений, которые сейчас люди могут принести. И при этом не просто участвовать в этом и использовать это. А стать совладельцами этого. Приложить к этому свою энергию и руку. Стать частью этого. Стать, так скажем, создателем. Совоздателем. Вместе с Анатолием Эдуардовичем Миницким. И так мы создадим абсолютно новую. Гораздо лучше, чем все уже существующие транспортные технологии. Технологии, которые смогут позволить себе абсолютно любой человек на планете. И абсолютно любая страна сможет позволить себе. Нежели традиционные, которые невероятно дорогие и опасные, и вредные, и недолгосрочные. Так еще и гораздо эффективней струнная технология будет помогать всем уголкам нашего мира. И так, если мы посмотрим, вот она. Это не визуализация. Это действительно готовый транспорт. Готовая транспортная отрасль. Из которой мы создали за несколько лет буквально. То, что сотни лет могло бы создаваться раньше. Потому что все было продумано Анатолием Эдуардовичем. Гениальный ученый прорабатывал десятилетиями эту технологию и обошел весь мир для того, чтобы передать, рассказать людям о том, что можно сделать лучше, можно сделать проще. Можно освободить нашу планету, поверхность, которая ограничена, живая для флоры, фауны человека, для жизни. Живая поверхность для живой жизни. А транспорт пустить над землей, при том, что это будет гораздо более экономично, более эффективно, более безопасно, интегрируется куда угодно, в любую температуру, в любом климате. То есть с такой технологией можно действительно изменить мир. Хотя буквально пять лет назад этого не было. И только с помощью таких людей, как вы и я, по всей планете, объединившись, каждый своими усилиями, своими энергией, сделали то, что вы видите сейчас. Четырнадцатый этап из пятнадцати. Вы понимаете, самое окончание всей сертификации. То есть самое главное – это сертифицировать данную технологию. И именно с помощью сертификации мы сможем строиться абсолютно везде. То есть доказать просто, что эта технология работает, отвечает своим характеристикам и так безопасно, как это заверяется. Для того, чтобы ее действительно государства, думы, города, страны могли покупать себе, например, 10 трасс и 3000 единиц транспорта. И запускать это в свой город, так скажем, делать эти трассы. Представляете, даже в существующий город, не только в новый, потому что это супергибкая технология. И таким способом очень скоро люди, именно люди, сделают эту революцию. Потому что именно люди пользуются этим транспортом больше всего. Не те, кто владеют и, так скажем, не хотят тратить прибыль на реновацию, выход в экологию, либо вообще потерю, если есть такой гораздо лучший вариант. Но именно народу надо. И именно народ только может сделать так, чтобы подобные транспортные отрасли развивались. И будет развиваться она очень быстро. Люди всегда выбирают лучшее, то лучшее, что им необходимо. И человечество расстелилось по всей планете. И те транспортные, которые у нас уже есть, традиционные, они уже нам так не подходят. Ведь плавательный транспорт, он выполняет огромную часть работы. Но можно сейчас передвигаться и у юнитского технологии, как передвигаться и под водой, и над водой. С гораздо большими скоростями и абсолютно экологически чисто. Не тратя дни, недели и месяцы и огромное количество топлива. Конечно же и авиация, она нам сильно помогает. Но если вы задумываетесь, как много энергии мы тратим на то, чтобы поднять этот по 50-100 тонн самолет и плюс какой-то экологический эффект. И как много времени мы в итоге тратим на весь путь с учетом аэропортов, не самое лучшее логистическое узло, так скажем. То вы поймете, что авиация, она с двигателями внутреннего сгорания вообще дела будут обстоять очень коротко. Потому что мы скоро выйдем из этой эры, из эры нефти и из эры двигателей внутреннего сгорания. И перейдем на что-то более полезное. Но что точно, это первый уровень. Как наша железная дорога, которая проделала огромный путь, за что ей огромное спасибо. Когда-то, представляете, строили по 30 километров кирками и лопатами, вручную, по 30 километров в сутки. Насколько была необходима железная дорога и какую, так скажем, пользу она приносила. Но весь этот первый уровень, он должен быть живой. Мы можем убрать транспорт с первого уровня, оставить его полностью безопасным и перевезти весь транспорт на второй уровень. И получится, что самый главный и опасный враг сейчас – автомобиль, который был когда-то очень полезен, но сейчас стал самым рискованным и забирающим больше всего, самой трагедией большой на нашей планете. Тем более, что чем больше машин становится, тем эффективность его еще больше ухудшается. А негативные проявления действительно видны. В некоторых городах невозможно дышать, особенно в мультимиллионниках. Поэтому этот транспорт, ему нужна помощь. И струнный транспорт придет ему на помощь. Ведь нас 8 миллиардов человек, и мы можем изменить этот мир так, как пожелаем. И я расскажу вам об этом новом мире, который изобрел для нас Анатолий Эдуардович Ницкий, который сделал, так скажем, не только новые автомобили или электромобили. Он сделал, кроме всех видов электромобилей, закрывающие технологии. Технологии, которые полностью освобождают человека от перемещения. Ты просто набрал станцию, куда тебе нужно, и ты полностью свободен во время пути. Все за тебя делают наши технологии. Искусственный интеллект, полуандроид – это транспорт. Ну, есть такое понятие – закрывающие технологии. Это технология, которая закрывает какие-то потребности, берет на себя опасную деятельность человека, рутинную деятельность. И, так скажем, мы становимся свободны. Наши роботы способны выполнять множество работ и освободить человечеству время для творения, для творчества, для задания. И это как раз те самые технологии. Весь эко-мир, за что Анатолий Эдуардович получил премию мира, весь эко-мир нацелен на эти автономные технологии, которые поднимут, так скажем, экологию и стабильность нашей биосферы. Частью которой мы являемся. Чтобы жить здоровее, дольше, дышать более свежим воздухом. Получать более вкусную, здоровую пищу из недер нашей земли, из, так скажем, того, что нас кормит здесь. И эта транспортно-инфраструктурная технология, как и каждая из технологий Анатолия Эдуардовича, нацелена на общую философию. Как жить в гармонии со всей планетой. Потому что если жить в ней в гармонии, то можно получать абсолютно все необходимые нам ресурсы, не вредя друг другу. То есть как симбиоз жить сообща, жить в удовольствии, в изобилии, в благополучии. И именно на это нацелена, так скажем, вся технологическая база. Потому что все технологии выполнены с минимальной затраты ресурсов планеты, с максимальной эффективностью, так скажем, каждого элемента. И сейчас, когда мы имеем уже собственные заводы, мы с вами, каждый человек, который стал частью этого проекта, частью Sky World Community, так скажем, мы понимаем, что будущее создается собственными руками здесь и сейчас, буквально за несколько лет. И причем не только транспорт, но и вся инфраструктура, транспорт, все и разные виды трасс, стрелочные переводы, ремонтные депо, остановки, станции так называемые. То есть это целый комплекс за такой короткий срок. И это люди делают. На самом деле, если бы эра нефти не настолько прижимала, так скажем, властных людей, то одна страна или один серьезный бизнесмен в мире, миллиардер, мог бы сделать это еще быстрее. На несколько лет хотя бы быстрее. Потому что эту технологию уже 20 лет назад стоило бы заметить сильным всего мира и строить во все стороны. Но, как я понимаю, Анатолий Эдуардович хочет сделать это не коммерческой технологией, а пользой для людей. Поэтому и люди ей владеют. А если отдать эту технологию всю в какой-то момент каким-то определенным людям, либо какому-то одному государству, то, конечно же, это будет самый дорогой вид транспорта, потому что он самый эффективный. Хотя все традиционные виды транспорта стоят дороже, приносят меньшей пользы и приносят больше вреда, чем то, что предлагает Анатолий Эдуардович Ниски. Этот гениальный человек, который создает самые оптимальные, самые эффективные и безопасные технологии. Более 200 научных работ, более 150 изобретений, 20 монографий, несколько грантов ООН. Этот человек всю жизнь вложил в науку, в понимание нашего мира, жизни и как человечество может стать действительно космической цивилизацией для того, чтобы, так скажем, заселять новые пространства в далеком будущем. Но для этого сначала дать базу технологий, с помощью которых мы до этого сможем дойти. Потому что как только его технологии покажут себе даже вот это первое, как только уже в ближайший год-два закончится финансирование, и компания выйдет на самофинансирование, то есть технологии уже будут только расширяться, брать новые заказы, расширяться, расширяться и расширяться, мы увидим, что такой способ работает. Люди, объединившись сейчас в 21 веке, могут делать планетарного уровня технологий. И это все с Анатолием Эдуардовичем. Множество проектов уже разрабатываются, так скажем, уже готовы и представляются, даже при том, что первый еще не завершен. Прошу прощения. И возможности нашей компании Unisky Stream Technology, то есть технологической компании, они становятся безграничны, потому что мы работаем с передовыми специалистами. Около тысячи инженеров, конструкторов, робототехников с высшими образованиями и уже с новой школой. То есть мы делаем передовое тому, чему сейчас в некоторых, так скажем, в некоторых отделениях, то, что делают наши ребята, такому еще не учат в университетах. Еще не созданы курсы, чтобы в университетах именно это изучали. Потому что мы как будто космическую продукцию делаем, но и выходим в эту сторону. Это не проще самолета, это гораздо тяжелее самолета, даже аэродинамика лучше, чем у самолета, представляете? И уже три завода, три собственных завода, которые производят и путевые структуры, и сами транспортные средства. И их уже много, много модулей, так скажем, много видов и по несколько модулей. То есть компания уже сейчас берет заказы и уже сейчас по тем сертифицированным, точнее уже частям нашей технологии, то есть более 80% уже сертифицированы. И именно на это и поступили заказы. И главная задача нам сейчас закончить до конца все 100% сертификации, а это грузовой транспорт, самый дорогостоящий бизнес в мире, который принесет огромную пользу, ускорит передвижение товаров в эру потребления. И тем самым еще снизит стоимость. Кроме того, что скорость, так еще и стоимость, представляете? А мы с вами, дамы и господа, те, кто помогли встать этой компанией на ноги, те, кто поддержали этот проект и довели компанию до самофинансирования, то есть получения всех сертификатов и выход на самофинансирование, мы будем получать еще за каждый провезенный груз, за каждую тонну, за каждый транспорт проданный, за каждый километр трассы. То есть и каждый год еще с каждого адресного проекта все это, вся эта прибыль будет идти со владельцем технологий, именно людям, которые сейчас это делают для мира. Таким способом мы создадим новую пассажирскую транспортную отрасль и грузовую, которой будут владеть люди. И она уже создана, представлена в 12 видах, некоторые в нескольких моделях, то есть мы в десятки, если не в сотни раз, делаем это быстрее, чем можно себе это представить, потому что у Анатолия Эдуардовича абсолютно все уже было продумано. И здесь супергибкая, так скажем, линейка транспортных средств под все существующие необходимости человека. Для маленьких деревень, где может быть меньше 100 или 100-200 человек, где тысяча, 10 тысяч, они размеряются по количеству мест, по сидячей, стоячей, будет по-любому классы разные, например, и ВИП можно будет сделать транспортные. То есть сначала эти транспортные средства будут заказываться городами, и мы будем участвовать, а потом, когда ветки раскинутся уже всюду, и мы сможем путешествовать из страны в страну, из города в город, не пересаживаясь, так скажем, не меняя транспорты, а только на струнном транспорте, тогда, скорее всего, у нас уже будут и какие-то определенные капсулы, когда мы сможем и уже существующим, например, автотранспортом заехать, переместиться с огромной скоростью, там, в 600 километров или там, в 300 километров в час, в другую страну. Либо мы можем пойти, так скажем, как пассажирский транспорт, но уже иметь в базе нашего города и свой личный транспорт тоже. Когда вам необходим транспорт, к остановке приходит именно ваш, и вы на нем ездите. Как улыбались и шутили ребята, что если пожелаете, вы сможете поставить хоть джакузи в свой транспорт и добираясь из города в город отдыхать в своем транспорте. Он же едет сам, то есть, либо он может быть оформлен как офис, и можно общаться в этот момент, то есть, не, так скажем, не просто сидячее место, а еще заниматься другими полезными делами. Ну и, конечно, этой системой эти транспортные средства могут составляться и делать большие, например, в 200 мест, либо там в 300 мест, то есть составные поезда. Но логистика их более разумная, потому что это полуандроиды, они могут сами двигаться, и этими маленькими транспортными средствами, то есть они могут сами выполнять всю работу. Человек с минимальным затратом времени и усилий сможет, так скажем, переместиться из точки А в точку Б, и при этом затратив минимум времени. Например, у вас Юнивинт. На два человека, особенно в исполнении скалтюбинговой трубой, это огромное расстояние между промежуточными и анкерными опорами, представляется, до 2000 метров может быть. То есть это минимум ресурсов, минимум земли надо, а транспорт эффективный и очень быстрый, и очень безопасный будет работать, и будет причем хорошо работать. Но есть Юнибайк, есть Юнибус, то есть как автобус. Здесь, например, может быть там 5, 7, 8 мест. Они могут быть разных типов, могут быть монорельсовые, могут быть берельсовые. То есть когда берельсовые, там их можно сделать уже пошире, и больше людей пропускная способность будет в час. Юникар, например, трехсекционный, как я говорил, они могут составляться вместе. Или Юникар в тропическом исполнении, как сейчас мы катались в Арабских Эмиратах. То есть попробовали на себе эту технологию. И причем в октябре скорость была гораздо ниже, чем в марте. Потому что в марте уже действительно скорость была потрясающе быстрая. Было очень приятно ощутить, действительно транспорт будущего под собой чувствуешь. И понимаешь, что ты вложил в это часть себя. Но, конечно же, больше всего я ожидаю проезда на скоростном транспорте. До 600 км в час может двигаться ЮниЛед, ЮФлэш. И это на шесть мест с двумя огромными багажными отделениями. Конечно же, эпохи этого транспорта меняются. Сейчас уже пятый, так скажем, пятый уровень, пятое поколение этих транспортов разрабатываются на 20 мест. Мы в скором времени их уже увидим, их представят. Но именно этот транспорт я жду больше всего. И именно на это нацелена наша сегодняшняя презентация, можно так сказать. Завершить всю технологию. То есть вы видите, насколько она развита, какие успехи по всем параметрам. И мы уже на 14 этапе, уже, можно сказать, заканчиваем 14 этап, последняя часть его, не за горами, и 15 этап. И именно с этим транспортом будет понятно, что мы полностью завершили и привели проект и технологию к выходу на самофинансирование, когда она может только масштабироваться и делать наш мир гораздо лучше, быстрее, безопаснее и освободить первый уровень планеты от вредоносного и опасного транспорта, чтобы мы наконец-то на нашей планете могли иметь и в наших городах, сказать, что самое важное, где мы живем, там, где так все сперто, убрать часть этого потока транспорта и озеленить ее, чтобы мы были действительно в живой среде и могли находиться в безопасности. Также, конечно же, безопасность — это и груз, потому что грузовые перевозки разного рода, представляете, освободят от этой опасной работы наши технологии людей. И у людей станет настолько много времени для того, чтобы развиваться, творить, делать себя и мир лучше. И причем и для труднодоступных мест, где месторождения есть определенные технологии, и передвижение штучных, сыпучих, жидких грузов, как Юнитрак, и передвижение как Юниконд, например, это передвижение любого рода контейнеров, которые уже сейчас перевозятся на наших траках, то есть на обычных фурах, на крупных машинах, камазах и прочих, манах и тягачах, и которые плавают на наших кораблях, также которые мы перевозим на наших поездах. То есть уже существующий размер, форму, наш транспорт перенимает и сможет перенять на себя более 50% транспортного рынка уже в 21 веке таким способом, потому что он сделает его автономным. Вот, например, как выглядит Юнитрак для штучных грузов, сыпучих, жидких, и вот наш Юникон, который подходит уже для любых. Конечно, сейчас уже ведутся испытания о том, насколько это эффективно, как это проработать, но и это не все, дамы и господа, ведь это только первые технологии, есть еще морские порты, как вообще до высот сделать экономию в создании порта, в его обслуживании и в скорости принятия и отправлении грузов, которые привозят наши корабли. Поэтому данная технология, ей уже очень заинтересованы, и были уже официальные предложения о том, как мы можем несколько уголков нашей планеты именно с нашими технологиями настолько улучшить. И, конечно же, это все пойдет и дальше, ведь транспорт — это лишь часть, ведь города наши тоже будут меняться. Но наш транспорт, он придет в существующие города без проблем, потому что он может строиться на любой высоте, проходить сквозь здания, идти напрямую квартала, поперек квартала, по диагонали квартала, как угодно. И то есть он суперлояльный, и его можно внедрить в любое пространство. Поэтому существующие города с удовольствием ощутят комфорт и освобождение, когда данные транспортной технологии придут. Но и новые города кластерного типа, города в морском шельфе. То есть то, что предлагают Юницкие, стоит только окунуться буквально чуть-чуть, и вы увидите, как эти автономные города обеспечивают жизнь для тысячи и пяти тысяч человек. Сейчас уже в Белоруссии представили эти эко-дома, которые на 10-20 человек с автономией. Это надо видеть, когда у тебя спелый инжир растет прямо в твоей гостиной, и вся канализация и вода, абсолютно все сделано так, чтобы жизнь человека развивала флору в этом доме, как на втором этаже, на первом этаже, так и на крыше. Это надо видеть. Поэтому обязательно изучите рядом с экотехнопарком, в Марьиной горке, есть акварель. Это парк, который прямо граничит с нашим экотехнопарком, где можно уже увидеть и чистые пруды, и новые технологии по получению гумуса, и экодома, так скажем, экодомики. То есть все там, это уже развивается, это уже работает, это уже проверяется. Поэтому, дамы и господа, будущее, оно вот нам на пятки уже наступает. И изучите, пожалуйста, как с помощью компании Sky World Community вы можете стать частью этого, вы можете ускорить это. Потому что эта жизнь не за горами. Сейчас, будучи в Арабских Эмиратах, я понимаю, что особенно на Экспо 2020, где представлены были всеми странами потрясающие технологии 21 века, 20-го года, так сказать, 20-го, 21-го, это вау. Но там большинство цифровые технологии. А революцию создаст именно эта транспортная технология. Хотя, как Анатолий Эдуардович, это говорит, это гениально просто. Пучки струн совместно, предварительно натянутые, помещенные в корпус рельса со специальным наполнителем, который фиксирует положение струн, так скажем, антикоррозийный эффект, приносит поглощение шума. И таким способом, сверху, с головкой рельса, по которым уйдет вторное перелесо, это самый эффективный способ перемещения любого груза, либо пассажира. И это проверено. И это сейчас доказывается. Именно для этого и делается сертификация. Поэтому развивайтесь, интересуясь. И вы узнаете еще больше о том, насколько могут быть гениальные технологии. И сразу зададитесь вопросом, почему их не запускают. Почему людям предлагают менее эффективные технологии, за которые они больше платят? Когда можно делать более эффективные технологии, за которые нужно будет платить меньше. А еще можно это ускорить и стать совладельцем этого и получать еще прибыль. В течение всей своей жизни. И с передачей по наследству. Потому что данная компания будет развиваться не один десяток и не одну сотню лет, по моему мнению. Потому что на ближайшие 100 лет это точно одна из лучших технологий, которая сможет модернизировать именно для всей планеты. Не какие-то отдельные участки. За дорогостоящие деньги построить Маглев или какой-то Гиперлуп, который пока еще непонятно, как по сравнению с нашими технологиями, как он будет работать, потому что он максимально небезопасен и очень дорогостоящий. Хотя у Анатолия Эдуардовича еще 20 лет назад было представлено передвижение в фарвакууме со скоростью до 1500 км в час. Представляете? То есть и Арабские Эмираты этим очень уже заинтересованы. Поэтому стоит только поизучать, что то ли еще будет после завершения этого первого проекта из Экомира. А здесь не 1500, а 600, до 600 км в час. И данная система подойдет действительно для любого региона нашей планеты. Маленький пассажиропоток, колтюминговая труба, гибкий рельс для более большего потока, жесткий рельс, ферма перельсовая, с подвесным и навесным транспортом для самого большого пассажира или грузопотока. То есть все продумано, и Анатолий Эдуардович делает не менее эффективное, чем то, что есть сейчас. Более. Но я еще раз хочу заметить. Люди, именно люди влияют на то, что строится на нашей планете. За наши же деньги, за наши налоги строятся данные технологии, вообще транспорт в наших городах, между городами. И сейчас представив новую транспортную отрасль, мы же будем выигрывать все от того, что ее строят, особенно при том, что мы совладельцы. И это будет стоить дешевле наших налогов. То есть в общем целом мы поможем всем государствам. Сам народ поможет государствам лучше работать, быть более эффективными, более экономичными, а значит получится больше ресурсов на развитие других аспектов нашей жизни. И радует, что такая технология с огромной провозной способностью, что она принадлежит именно народу. Она никогда не станет коммерцией. Люди действительно будут использовать самый необходимый транспорт на нашей планете. Одно из самых необходимых вещей для ее развития, для ее поддержания развития. И эти электромобили, эти умные устройства, наши умные пчелки, все, которые связаны между друг другом с каждой станцией, с каждой опорой, с каждой анкерной опорой, с машинным зрением окружающим и более 250 датчиков внутри, даже в самом маленьком транспортном средстве для поддержания полного комфорта и безопасности пассажиров. То есть эта технология как раз для людей, освобождающая людей, освобождающая огромное количество ресурсов, используя ее, дающая новые скорости, новую безопасность, новые возможности. Даже там, где сейчас транспорт существующий, построить нельзя, либо нету средств, с этой технологией мы сможем позволить это по всей планете. И безопасность такого транспорта в две тысячи раз лучше и выше, чем у автотранспорта первого уровня. Представляете? Насколько станет наша жизнь безопаснее? Ведь именно автотранспорт, только автотранспорт, забирает полтора миллиона жизней в год и около десяти миллионов сделает инвалидами. За сто лет это миллиарды людей, которые останутся живы и вернутся домой и сделают еще очень-очень много полезного в этой жизни для окружающего мира. возможность участвовать и понять, что теперь каждый человек может участвовать в этом, в улучшении мира, причем заниматься созидательной деятельностью, делиться информацией о том, как люди улучшают нашу планету, какими способами, насколько нам это доступно. И именно с помощью интернета и с помощью народного финансирования подобные технологии были замечены настолько сильно, что сейчас они уже на пороге, так скажем, расселения по всей планете. Ведь скоро будут заводы в каждом регионе, на каждом континенте и будут строиться данные путевые струнные структуры над землей во всех направлениях, соединяя города и страны. Вопрос, хотите ли вы стать частью этого? Понимаете ли вы, что сейчас, в 21 веке, наконец-то каждый человек, каждый из нас, и вы конкретно, можете изменять мир? Таких проектов народного финансирования действительно хороших, их сотни. Я просто нашел самый актуальный, самый важный. Остальные не настолько важны. И изучив поглубже, вы поймете это. Перед нами стоит вопрос, какую лепту мы внесем в этот прекрасный мир. Какой мир мы оставим после себя. И раз человек может сделать подобные технологии сейчас, не стоит ли ему объединиться и попробовать это сделать? В 2016 году, когда я только узнал о данной технологии, еще ни один транспорт не ездил, и я думал, даже если не получится, я себя никогда не прощу, если не попробую помочь этому реализоваться. И уже спустя год, первый раз, увидев этот транспорт собственными глазами, а еще через год прокатившись на одном, а потом и на втором, потом на третий вид, на разном видом транспорта, а потом в Арабских Эмиратах я понял, что люди, это сделали люди, это сделал народ, не какое-то государство, не корпорация, не какие-то банки. Без них просто люди объединились. Тот, у кого есть идея и знание, как сделать, те, у кого есть средства и время, чтобы сделать лучше наш мир. Ох, так прекрасно осознавать, что каждый человек сейчас настолько влиятельен, и главная задача нашей встречи показать вам, рассказать, донести, что вы можете изменить происходящее в мире сейчас. От вас зависит, какой мир будет завтра. И люди, невзирая ни на какие проблемы, в течение последних лет все равно путешествовали в наши инновационные центры, чтобы увидеть, как развивается наша технология. При том, что она уже не закончена, начиная строить сотрудничество, именно таким образом, еще не завершив, но получив важные сертификаты, первые адресные проекты уже начаты и уже строятся. И получая сертификаты в разных странах, мы создаем и уже практически создали самый инновационный, надземный, скоростной, самый безопасный, самый экономичный, самый экологически чистый, самый легко интегрируемый транспорт в мире с собственными усилиями. Я благодарю вас за это. И хочу напомнить, что каждый человек должен иметь собственные аргументы для того, чтобы понять, пройти мимо данной технологии и либо помочь ей развиться как можно скорее, чтобы она начала нести свою пользу этому миру и стать совладельцем данной технологии, получая пользу и самостоятельно, неся в себе, своей семье, своему роду такую же пользу в виде материальных благ. И у каждого человека должна быть возможность хотя бы один раз соприкоснуться с этим и набрать собственных аргументов, чтобы понять, что делать дальше. Потому что мы уже доказали, что это работает. Мы уже доказали, 500 тысяч человек объединились вместе и доказали, что мы влиятельны, что мы хотим лучший мир и мы его можем сделать и мы его успешно делаем. Когда встречаешь этих людей из разных стран на встречах, например, в Арабских Эмиратах, в нашем Unisky Stream Technology Innovation Center либо в Белоруссии в Экотехнопарке и человека не знаешь, он откуда-то из Индонезии или из Казахстана или из Австралии или из Индии, но ты понимаешь, что вы занимаетесь общим делом. Вы смотрите вокруг и вокруг вас все работает, все ездит, все пышет, экологии, цветет, пахнет и инновация на инновации развивается. И это все делают люди вместе. Это потрясающее ощущение, которым я хотел бы с вами поделиться. Надеюсь, вы его почувствовали и еще раз задумались о том, чтобы узнать о данной технологии побольше, узнать о Юницком Антоле Эдуардовиче побольше, о эко-мире и о том, что уже мы вместе успели сделать. Посмотрите на эту фотографию. Несколько видов транспорта, несколько видов трасс созданы людьми, для людей, но и в интересах абсолютно всех 12 миллионов живых видов организмов, которые вместе с человечеством проживают на нашем доме, планеты Земля. И Sky World Community это та компания, которая приветствует вас в этом начинании и дает такое непростое время в 21 веке возможность зарабатывать созидательной деятельностью. То есть свою жизнь вкладывать в развитие, в развитие окружающего мира, при том, что себе пользуются. Помните, основные побуждающие факторы, которые вы видели в самом начале? Их все можно удовлетворить и улучшить с помощью компаний Sky World Community. Если у вас есть вопросы, как, пожалуйста, в чате есть ссылка на контакт со мной, почта корпоративная, и вы сможете задать вопрос, я с удовольствием вам помогу понять, как эти знания вы можете применить для улучшения вашей жизни. Ведь действительно, абсолютно любой человек сейчас без образования, только с частичным самообразованием из любой страны, с любого континента, разговаривающим на любом языке, с любым менталитетом, может заниматься созидательной деятельностью и при этом зарабатывать без ограничений, получать вознаграждение за то, что развиваются экологические технологии по всей планете. До этого дорос наш мир, представляете? Так много благой деятельности и так много пользы во все стороны. Поэтому обращайтесь к тем, кто рассказал вам этой встречи, кто пригласил вас сюда, задавайте вопросы тем, кто знает, либо задавайте вопросы мне, я с удовольствием расскажу и покажу, проведу вас, потому что я изучал пять лет и что вас интересует в данной технологии, в данном проекте. Поэтому главное не бояться, а интересоваться. И вместе мы создадим новое будущее, светлое будущее, создадим мир, в котором действительно хочется родиться. И у каждого еще есть пятнадцатый этап на изучение и решение, потому что это лишь только начало. Дальше появятся следующие проекты, и все эти люди, которые уже изучили информацию, им будет гораздо проще, у них будет больше свободного времени для того, чтобы интересоваться новым. Поэтому не теряйте времени, развивайтесь интересуясь, и мы станем воистину космической цивилизации, потому что как только вы узнаете про следующие проекты Анатолия Эдуардовича, вы будете в полном восторге. С вами был Артем Курбанов. Рад, доброго вечера вам желаю, до встречи завтра, 14-го числа в 10 утра по Москве, и благодарю вас за ваше внимание от компании SkyWorld Community. Ведь всюду, куда направлено ваше внимание, то и растет. Поэтому сегодня то, чем мы занимаемся, выросло. Будьте здоровы, живите богато, дышите глубже, и творите добро во все направления. С вами была компания SkyWorld Community. И если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь, пишите, я с удовольствием вам отвечу. И, конечно же, еще раз просмотрите ссылки, которые вы видите в нашем чате, со всеми, так скажем, последними видео, которые помогут вам лучше понять, так скажем, каких же прекрасных успехов еще успела достигнуть наша компания. И особенно посмотрите фильмы Анатолия Эдуардовича Янисского. Там вы точно увидите будущее и услышите все аргументы, почему это будущее достанет уже очень-очень скоро. До новых встреч, дамы и господа. Улыбок! Анатолия Анатолия Анатолия